Вы смотрите программу «Губерния». Вот главная тема выпуска. Обвиняемый Владислав Станиславский утверждает, что приезжал в Иваново лечить зубы. В октябрьском суде прошли прения по делу о покушении на убийство мэра Владимира Шарыпова. Новая фабрика в старых стенах. В ремонт помещений и закупку современных станков. Текстильная компания уже вложила около 600 миллионов рублей и планирует дальнейшие инвестиции. Общая стоимость будет порядка 0,9 миллиардов рублей. Больше ста дорог отремонтируют в Иванове в этом году. Асфальт проложат и там, где дорог никогда не было. Сейчас у нас в работе около 50 участков дорог. Они все в разных стадиях. Мы покажем, где уже ведутся работы. В связи с приближающимся праздником Днём России, мы вышли на улицы Иваново, чтобы узнать у горожан, насколько хорошо они помнят историю своей страны. А также не пропустите, сколько еще времени проведут в СИЗО директор Департамента здравоохранения и его заместитель. Почему вспыхнул, как спичка, дом в Кинишме? Комментарий пожарных. Что собой представляет развитие сельской агломерации в Гаврилово-Посадском районе? Расскажем совсем скоро. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте. В студии Сергей Веселов. Больше ста дорог отремонтируют в этом году в Иванове. Примерно на половине объектов работы уже ведутся. Один из ремонтируемых участков в четверг осмотрел глава города Владимир Шарыпов. Когда объект будет готов, узнала Наталья Сергеева. В прошлом году Заводская улица обзавелась освещением. Когда на этот уголок частного сектора пролили свет, сильнее бросились в глаза проблемы с дорогами. Но теперь Заводская улица может похвастаться. Почти 600 метров дорожного полотна фактически делают с нуля. Битая, плохая дорога, очень плохая. Почтальонка ходит нам, пенсию разносит, она плачет. Говорит, не знаю, как ходить к вам, пенсию. А сейчас сделали, вот седьмого числа пенсии, она довольная. Вдоль улицы уже готов тротуар. Раньше жители ходили по тропинке или прямиком по разбитой дороге. Делятся с мэром. Теперь заживут как люди. А то и такси отказывалось сюда ехать. А потом, когда вот подсыпали, я как-то звоню тоже. Она говорит, мы вам не поедем. Я говорю, вы знаете, нам подсыпали. Правда? Приехал? Говорит, и правда подсыпали. Нужно сказать всем, чтобы приезжали. К дорожным работам здесь в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» приступили в середине мая. Подрядчик говорит, улица больше похожа была на свалку. Сначала вывезли уйму мусора, только потом взялись за саму дорогу. Сейчас объект готов примерно на 30%. Дороги здесь просто не было, как направление, две колеи. То есть все с нуля полностью, всю дорогу сделали. Вывели, защебенили все, то есть до самого конца, до самого кольца. Остается, что у нас здесь, заасфальтировать, нанести разметку, установить дорожные знаки, Г-образные опоры, пешеходные переходы. В принципе, все. Дорога по Заводской улице хоть и небольшая, но важная для микрорайона. Здесь не только много жилых домов, но и ряд предприятий. А вокруг – отсутствие нормальных подъездных путей. Перспективы дорожного ремонта мэр обсуждает с предпринимателями и местными жителями. У нас съезды в частный сектор. После того, как мы сделаем вот эту магистральную улицу, по сути, мы сможем начать делать съезды в частный сектор тоже в асфальте. То есть вот улицы Литейные. Нам хотелось получить хорошую дорогу на улице Третья Угольная, так как это подъездные пути к нашему производственному корпусу, куда приезжают клиенты, приходят люди, работники компании, ставят машины. Поэтому это лицо города. Мы очень надеемся на то, что вскоре у нас будет хорошая и приличная дорога. Вообще приличными в этом году станут 119 улиц города. Часть дорог сейчас уже ремонтируется. Это и магистральные улицы, и небольшие участки в частном секторе. Сейчас у нас в работе около 50 участков дорог. Они все в разной стадии. Некоторые дороги начаты были в прошлом еще году. И сейчас уже мы завершаем их выполнение. Скоро будет общественная приемка этих работ. И плюс в этом месяце мы еще должны 50 улиц заключить контракты. Всего за 2022 год отремонтируют около полусотни километров Ивановских дорог. Стоимость ремонта этого участка почти 8 миллионов рублей. Подрядчик по контракту должен завершить работу не позднее 1 сентября текущего года. Но обещал сделать это раньше и закончить ремонт уже к июлю. Наталья Сергеева, Сергей Тютин, телекомпания Барс. В Кинишме-Датлас горел двухэтажный деревянный дом. ЧП случилось в ночь со среды на четверг. Пожар мог произойти из-за маргиналов там поселившихся. Заброшенный дом вспыхнул будто спичка в 12-м часу. Яркое пламя, полностью охватившее ветхую деревянную постройку, озарило все вокруг. Просто повезло, что по соседству не оказалось других домов. Иначе огонь мог бы перекинуться и на них. С разрушительной стихией боролись 17 пожарных. На место ЧП выезжали 9 машин спецтехники. Не исключено, что пожар случился из-за маргинальных личностей, обосновавшихся в старом доме. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Проведен осмотр место происшествия, опрошен очевидца. Перезначально установлено, что дом не имел отопления и освещения. Наиболее вероятная причина возникновения пожара связана с неосторожным обращением с огнем неустановленных лиц. Премия по делу о покушении на убийство мэра Владимира Шарыпова прошли в Октябрьском суде в Иванове. Обвиняемый утверждает, что с главой города незнакомый приезжал в Иваново лечить зубы. Сторона защиты просит признать протокол опознания обвиняемого недопустимым доказательством и оправдать Владислава Станиславского. Подробности из зала суда в репортаже Марины Зениной. В центре внимания события 14 февраля 2019 года. Около 10 вечера Владимир Шарыпов подходил к двери своего дома. В этот момент на него напали. Злоумышленник ударил мэра битой по голове. Глава города оказал сопротивление. Бита сломалась. Нападавший сбежал. На прошлом заседании из обвинений исключили упоминание, что Владислав Станиславский действовал из корыстных побуждений по найму, поскольку этот факт так и не доказали. После переквалификации обвинения Станиславский свою вину по-прежнему отрицает. Говорит, что Шарыпово не знает, никогда не видел, а в город Иваново приезжал, чтобы лечить зубы. По мнению защитника, в связи с этим как такового мотива для нападения на главу города у Станиславского и быть не могло. В доказательствах есть видеозапись. На ней бегущий по парковке мужчина. Однако адвокату непонятно, почему обвинение утверждает, что тот, кто бежит, именно нападавший на Шарыпово. Ввиду низкого качества записи, более подробно разглядеть и описать мужчину, не представляясь возможным. То есть следователь в этом ракурсе дал объективную оценку. Подчеркиваю, что при визуальном осмотре видеозаписи изображен только мужчина. И описать его более детально, а тем более узнать невозможно по указанной высшей причине. Опознание Станиславского с Шарыповым также вызывает у защиты сомнения. Главе города представили трех мужчин. Нападавший в момент инцидента был в куртке и шапке. Однако мэр попросил всех снять куртки, чтобы оценить их телосложение. На приобщенных протоколах опознания фототаблицы всех опознаниях мыслей Станиславского ни в чем не отличался от двух других мужчин осанки и телосложения. Что свидетельствует о невозможности опознать лицо по указанным потерпевшим критериям. На повторном опознании в зале суда Владимир Николаевич также сразу указал на Станиславского. Несмотря на то, что он был без шапки, бороды и в маске. Кроме того, следователи описывают место нападения как темное и указывают, что в тот вечер шел снег. На фрагменте биты номер один обнаружен только пот, который произошел от самого потерпевшего Шарыбова. При этом каких-либо следов, в том числе биологического происхождения от Станиславского и иных лиц на бите не обнаружено. Адвокат также упомянул, что приехавший на место инцидента водитель главы города не заметил, что у него были телесные повреждения. А согласно характеру травм, они вполне могли быть получены ранее на тренировках. Прошу признать протокол опознания от 21.03.19 и опознания потерпевшего Шарыбова после неиславства в судебном состоянии допустим. Оправдать неиславство Владислава Леонартов ведут непричастность к совершению указанного преступления. Следующее заседание по делу состоится во вторник. Суд выслушает последнее слово обвиняемого. Марина Зейна, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс». Октябрьский районный суд Иваново в четверг рассматривал ходатайство следствия о продлении меры пресечения Артуру Фокину. Напомним, директора Департамента здравоохранения обвиняют в хищении бюджетных средств. Дело расследует областное управление ФСБ. Предполагается, что при закупке кислородных концентраторов осенью 2020 года Артур Фокин вместе со своим заместителем Алексеем Буянкиным присвоил более 10 миллионов бюджетных рублей. Потерпевшими по этому уголовному делу признаны кардиодиспансер, Кенишемская ЦРБ и Департамент здравоохранения. Буянкина задержали еще зимой. Фокина – 17 апреля. Обоим суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь начздраву продлили срок, но он останется в СИЗО до 15 сентября. Практически в миллиард рублей обойдется модернизация первой фурмановской фабрики. Большая часть инвестпроекта уже реализована. По сути, текстильная компания «Русский дом» не обновила, а отстроила заново свое ткацкое производство. О текстильщиках, способных инвестировать, несмотря на кризисный период. Наш следующий репортаж. У текстильной компании несколько производственных площадок. В фурме выпускают ткани. Эту фабрику за два последних года практически создали с нуля. Отремонтировали помещение и закупили весь комплекс оборудования. Только ткацких станков 60. В ближайших планах закупить еще 140 машин. Проблем с поставкой не боятся. Их производят в Китае. Хочу сказать, что несмотря на посеяние, которые у многих были, китайская оборона достаточно надежная. Поэтому за полтора года, которые мы работаем, нет ни одного нарекания по качеству изготовления данного оборудования. Поэтому мы не боимся идти дальше с этим производителем. Поставщик-поставщик и производитель у нас как бы определен. Поэтому дальше будем продолжать работу с ним. Реализацию инвестпроекта руководство компании оценивает примерно в 900 миллионов рублей. В ремонт здания вложены собственные средства. Оборудование брали, воспользовавшись господдержкой. Государство предусмотрело специальные возможности для текстильной промышленности. У нас по-прежнему реализуются отраслевые меры поддержки, связанные с субсидированием кредитной ставки. Две трети от Мингромторга. И скидка на лизинговый платеж до 50%. За 4 месяца было подано по лизингу 6 заявок наших предприятий. На общую сумму 592 миллиона рублей они одобрены и удовлетворены. Здесь выпускают разные виды ткани из разного сырья. Хлопковые, смесовые, полиэфирные. Производством синтетического материала занялись недавно. Но текстильщики видят у химткани хорошую перспективу. Одной из проблем последнего времени здесь называют даже не санкцией, а дефицит кадров. Сложно привлечь в цеха молодых. Идут, но неохотно. Сейчас молодежь привыкла, наверное, в тиктоках зарабатывать. Но у нас здесь можно работать, здесь можно зарабатывать. Все зависит от человека. Все зависит от тебя. Наталья Сумарокова на этом предприятии уже больше 10 лет. Последнее время на сновальной машине. Говорит, на новой работается гораздо легче. И при этом производительность выше. А от нее зависит зарплата. Тут и скорость больше. И все равно как-то, как сказать, все управление автоматическое. Ну, через компьютер. А там все руками надо было автоматическое. И все равно было тяжело. Вот вал загнать. Тоже все ручное. Сегодня текстильщикам пришлось ненадолго прерваться. Принимали первые поздравления в преддверии профессионального праздника. А Светлане Окуневой вручили знак почетного работника текстильной и легкой промышленности. Татьяна Прокопенко, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Но сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами. И вот о чем вы узнаете во второй части выпуска. В связи с приближающимся праздником Днем России мы вышли на улицы Иваново, чтобы узнать у горожан, насколько хорошо они помнят историю своей страны. Заботишься о безопасности? И хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93 93 93 Intercom Tell. Вы смотрите программу «Губерния». Мы продолжаем выпуск. Искусство согревать. Вот уже четверть века голубое топливо в дома области несет «Газпром» межрегион ГАЗ Иваново. И все благодаря слаженной работе профессионалов своего дела, которые влюблены в свою работу. Как они провели свой праздник, расскажет моя коллега Яна Ведерникова. Благодарности и цветы им на сцене, солисты, танцоры, воздушная гимнастка с эффектными трюками, освещенная софитами. В зале сотрудники компании «Газпром» межрегион ГАЗ Иваново. Сегодня они по праву принимают поздравления, ведь за плечами четверть вековая история. 25 лет компания поставляет голубое топливо в наши дома, детские сады, школы, крупные производства и предприятия. 25 лет – это очень большой период времени, за который можно много сделать. И наша компания прошла путь от становления до крупной компании. Компания наша идет вперед, развивается, у нас большие перспективы. И это будет, конечно, все идти на благо развития нашей Ивановской области. В год межрегион ГАЗ Иваново поставляет потребителям около 2 миллиардов кубометров голубого топлива. Немало внимания в компании уделяют и социальным проектам. В районах области построено более 20 спортивных площадок, которые стали местами притяжения как для детей, так и для взрослых. Сегодня мне хочется поблагодарить вас за тот труд, который вы, энергию, силы, которую вы вкладываете в свое, ну, я, наверное, вы уверены, что это в свое любимое дело. Потому что 270 человек, которые работают в этой организации, это сплоченный коллектив, который не дает сбоев, проблемы у вас практически решаются автоматически. Среди гостей на праздники друзья и давние партнеры, например, шуйские сицы. По словам Анны Богоделиной, истории были разные, менялись и дополнялись условия сотрудничества. Но это всегда были переговоры и поиск обоюдно выгодных решений. Я могу сказать, что Межрегионгаз Иванова – это не просто наш поставщик газа, это наш надежный друг. Потому что друг может прийти в любую минуту – днем, ночью, утром. И я его всегда жду. И не только я. Поэтому я желаю дальнейшего развития. Я желаю каждому сотруднику компании крепкого здоровья, семейного счастья. Потому что все строится на людях. Как говорят сами сотрудники компании, 25 лет – это одновременно и много, и мало. Ведь всем вместе им предстоит и дальше согревать нашу область. Яна Ведерникова, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Капитальные ремонты культурных и спортивно-оздоровительных центров, строительство бассейна в детском саду, газификация сел Гаврилово-Пасадского района. В Ивановской области впервые приступили к комплексному развитию сельских территорий по программе Минсельхоза. Это село Закомелье. Одно из тех сел и деревень, которые попали в федеральную программу. Сейчас здесь реализуется первый этап проекта – газификация. Уже озенью после строительства распределительных газопроводов на голубое топливо смогут перейти жители пяти населенных пунктов Гаврилово-Пасадского района. Всего более 460 домов. Из федерального бюджета на эти цели выделено около 60 миллионов рублей. Но развитие сельских территорий предполагает решение не только инфраструктурных проблем. Деньги предусмотрены еще на 4 социальных объекта. Это строительство бассейна в детском саду, это капитальный ремонт спортивного комплекса в Липовой роще, это капитальный ремонт дома культуры и ремонт центра ремесел и творчества в Гаврилово-Пасаде. Всего на программу будет выделено более 205 миллионов федеральных средств и еще дополнительно будут внебюджетные средства и областные в размере порядка 20 миллионов. В четверг в Иванове проводили в последний путь Алексея Жбанова. Коллеги вспоминают его как спасителя текстильного производства и настоящего гения своего времени. Слово Денису Воробьеву. Пунктуальный, добрый, справедливый. Каждый вспоминает Алексея Юрьевича как человека, который всю свою жизнь посвятил промышленности родной области. Как в 90-е годы в команде губернатора Тихомирова он буквально спасал производство от полного развала. Природный талант и настоящий эрудит, так его называют коллеги. Как коллега его, видел, насколько неординарная личность работает в команде Тихомирова. Видя разрушение текстильной отрасли, а он сам текстильщик, бывший директор Ивнити, знает профессионал, знающий проблему человек, какие только решения ему не приходилось принимать в то время. Союз промышленников и предпринимателей он возглавлял 19 лет. Герман Федорович вспоминает, это был человек совести, который говорил правду в глаза, указывал на ошибки и предлагал свое решение проблемы. Нередко собирался с друзьями и коллегами и в неформальной обстановке. Обязательно по несколько раз в год приглашал их к себе. В стенах его офиса звучали песни под гармонию. Мы собирались, там руководители предприятия, главка и так далее. Это была встреча единомышленников, людей, которые действительно преданы были своей профессии. На панихиду пришли десятки людей, от соседа по даче до экс-губернатора и директора в предприятии. И Алексей Юрьевич скончался на 72-м году жизни, за шесть дней до его дня рождения. Денис Воробьев, Дмитрий Добыч, телекомпания «Барс». Впервые ивановцы получили паспорта в Белом зале музея Бурылина. Торжественная обстановка была приурочена ко Дню России. Свой главный документ о Конституции в четверг получили 23 человека. Им только исполнилось 14 лет. Полноправным гражданам страны напомнили, что теперь начинается взрослая жизнь, а также ответственность за свои поступки. Выдача паспортов в Белом зале – новшество. Ранее здесь вручали только самые высокие госнаграды. Всего за последние полгода в Ивановской области выдано 17 тысяч паспортов. 3000 человек получили документ впервые. В это воскресенье отмечают День России. Наша съемочная группа вышла на улицы Иванова, чтобы узнать, помнят ли горожане историю своей родины. Вы знаете, какой праздник будет в эти выходные? Конечно. Я такой патриот. Ты знаешь, что такой праздник? Я нет. Ой, что-то вертится на языке. Проклассная дочка. День России. Как звали первого президента России? Не Горбачев, да? Нет, не Горбачев. Ельцин. Путин. Вспоминать не хочу. Я не помню. Ельцин. Северную столицу России знаете? Урал. Иркутск. Сургутово. Санкт-Петербург. В каком году отменили крепостное право в России? Отменили ли его вообще? 1962-го, какой-то тысяч. Или нет, я не помню. Не знаю. В 1861-м. Это точно не помню. 61-й точно год. А вот 1800 вроде. Сколько в России было царских династий? 5-й. Я тоже не помню. Я знаю, была Романова. У меня 3 по истории было. А вы мне можете сказать больше 10 или меньше? Романова и Юрий Рюриковича. Ну а сейчас несколько слов о погоде на предстоящие сутки. Держим цены для самого важного. Избавьтесь от варикоза лазером по старым ценам в клинике «Варикоза нет» в Иваново. Не упустите выгодную возможность подарить здоровье ногам этим летом со скидкой до 15%. Звоните 300-300. В пятницу в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем 24-26 градусов. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. В выходные дни синоптики обещают малооблачную погоду. Температура воздуха до 23 градусов в дневные часы. Возможно, небольшие осадки. На улице может быть дождь и ветер. А в текстильном центре Рио всегда хорошая погода и приятные подарки. Кофе, бургер, лимонад. Каждый будет очень рад. По будням Рио угощает своих покупателей. Дарит свет, тепло и радость. Заезжайте. Акция действует по будням. Сразу после выпуска новостей объявления в городской хронике. Интересные истории, видео и фотосообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры Viber и Telegram. Номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через наш сайт Иванова Ньюс или звоните по телефону горячей линии 58-77-77. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин